Белые банты, наглаженные пиджачки, яркий цветочный букет. Счастливые от встречи со школой первоклашки пришли на первую сентябрьскую линейку. Они еще не знают, что ждет их впереди. В День знаний 2619 мальчишек и девчонок из Щелковского района впервые садятся за школьные парты. И в этот новый жизненный этап они вступают с уже поставленными целями. Я знаю в школе, что надо читать, учиться писать. Мама слушалась, готовилась, прическу делала. Я знаю, что школа – это хороший друг, и она очень учит. Я очень хочу дружить с новыми детьми. Я хочу новые знания получать. Меня очень завлекает это. Я тут хочу учиться, потому что тут можно получить много знаний и всего прочего. Поэтому я хочу учиться только на одни пятерки. Особенный этот год для Сирковской школы. Учреждение образования отмечает 95-летие. И как подарок – ремонт некоторых залов и помещений, замена окон. Знаково и то, что в этом году в первый класс здесь идут 95 ребят. Всего же в новом учебном году в школу Щелковского района пошли почти 22 тысячи учащихся. Более 850 из них – 11-классники. Видеть первый класс – это большая радость для меня, а очень большая печаль – это то, что 11 лет моей школьной жизни уже прошли, и я буду очень-очень скучать. Последний год, когда ты приходишь в школу, и можно посмотреть на первый класс, первый звонок, и он же потом будет в конце года последним. Успехов, здоровья, счастья, знаний, тех, которые вам здесь дают, хватит на первый период жизни, потому что школа предназначена для того, чтобы научиться учиться. Добра нам всем! Добрый путь! Первый урок в новом учебном году – урок мира. Для 11-классников Щелковской школы номер 16 провела глава района Надежда Суровцева, в прошлом учитель физики. Говорили о том, что мирная жизнь строится на уважении к старшим, отношении к месту, где живешь и учишься. Будущие выпускники задали главе района интересующие вопросы. Мне понравился их очень серьезный подход. Их, вы знаете, очень волнует то, как будет выглядеть их город, как будет дальше развиваться молодежная политика. На это были направлены вопросы. Каким образом будет реализовываться в городе строительство спортивных объектов. Мне это очень понравилось. Много интересного ждет и учеников школы номер 17. Впервые порог учреждения переступили юные кадеты. По новой программе здесь начинают обучение два пятых класса. Всего 50 ребят. Кроме общеобразовательных предметов, им предстоит углубиться в военную историю, хореографию и даже этикет. И, конечно, не обойдется безначальной строевой подготовки. Мне будет интересно учить углубленные предметы, как история и этикет, военная подготовка и хореография. Я считаю, что военная подготовка важна для девочек, так же, как и для мальчиков. Обязательно этикет, обязательно МХК, хореография – это классические танцы, это народные танцы, классика. То есть вот эти пять часов. И военная история России. Преподаватели считают, что такой подход к образованию ребят – это не только высший балл на экзаменах, но и формирование характера настоящих патриотов в своей стране. Что касается здания кадетского класса, то это замечательно. Воспитание в детях, понятие русского офицера, с самого детства, готовить защитников отечества – это прекрасно. Сегодня у вас еще одно очень хорошее событие. В школе номер 17 открывается кадетский класс. Это то, что сегодня нам очень необходимо – воспитание гражданина и защитника нашей Родины. Для ученика 17-й школы Ивана Зайцева сегодня произошло знаменательное событие. Ему прямо в классе был вручен паспорт. Заместитель руководителя районной администрации Юрий Родионов лично привез ему документ и сделал это не случайно. В свои 14 лет мальчик уже совершает очень взрослые поступки. Вместо того, чтобы учиться дома по врожденному заболеванию, он каждый день посещает свою школу, полностью адаптированную для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Иван очень любит школу и учится прекрасно. Я рад, что я получил паспорт, что мне уже 14 лет, и я вступаю в такую серьезную ответственность. Более чем для тысячи учеников распахнула свои двери Щелковская школа номер 12. По результатам прошлого года она вошла в топ лучших среди образовательных учреждений Московской области. Держать планку намеренно и в этом году. Дети любят школу, они очень стараются. По итогам прошлого учебного года 157 учащихся являются отличниками. Это очень большая цифра. И есть еще потенциал. Где-то человек, наверное, 50 у нас с одной четверкой. Милые, дорогие наши дети, мы вас очень-очень любим. Школа очень-очень рада, что вы пришли сюда. Мы хотим, чтобы вы стали достойными жителями нашей страны. Молодцы! С праздником всем! Скорее бы в школу. Да. Особенно, когда задают кучу уроков. Лето уже бездельно чуть надоело. Скорее бы лето кончилось. Очень переживаешь, волнуешься, понимаешь, что больше пытаешься ловить каждый момент, потому что понимаешь, что больше этого не повторится в твоей жизни. Не менее волнительный день знаний и для родителей, школьников. Очень трогательные. Прям вот мурашки, похоже, бегут. Чувство, конечно, переполняющее. Ну что, можно сказать, 1 сентября. Третий сын у нас, третий сын первоклассник, а второй средний, Данила, 11-классник. Так что у нас двойной праздник сегодня. В школе номер 10 торжества проходили с выносом своего собственного знамени и при всеобщем исполнении и учениками, и преподавателями гимна школы. Хочу сказать огромные слова благодарности руководству школы, и директору школы, и, конечно же, родительской общественности за то, что они сумели за летний период четко выстроить свою работу по подготовке к новому учебному году и провести масштабные ремонтные работы в образовательном учреждении. Впереди у учеников долгий и увлекательный путь, на котором они не только получат новые знания, но и смогут обрести верных друзей. Редактор субтитров А.Семкин